Взрослые вопросы от детей. Мэр города Владимир Панов провел встречу со школьниками, отдыхающими в лагере Чайка. Старшеклассники задавали совсем не детские вопросы. Возможно, вы разъедете эти слухи на интернете. Очень многие говорили о том, что проект парк Швейцария разрабатывали в Москве люди, которые, к сожалению, не были в парке Швейцария. Парк Швейцария это уникальное место для города. И мы сделали опрос среди лучших федеральных компаний, которые занимаются благоустройством, выбрали компанию Космос. И то, что они никогда не видели, это неправда. То есть они прошли его, они зимой ходили. То есть, да, люди не живут в Нижнем Новгороде, но вот пройдя его, то есть они настолько им прониклись его красотой и сложностью, что они были искренне эмоционально увлечены. И они сделали проект. Мы, если вы проводите, хоть отправлены именно на молодежную политику, и если да, то как будет? Молодежная политика, как часть социальной политики, вот мы делаем первые пробные шаги, но если вы задаете вопрос, пока, видимо, наши шаги еще не очень заметны. Нам нужен только тот, кто мог бы приложить формат, вот еще желательно бы его организовал, а мы бы профинансировали. Мы поддержим искренне любые форматы, лишь бы только действительно вам было интересно. Я живу в Тозаводском районе, поэтому меня волнует наш Тозаводский парк, что планируется там сделать? Когда мне предложили такую форму встречи, я подумал, ну, старшеклассники, встретимся, поговорим, наверное, какие-то другие вопросы будут. Я же каждый месяц провожу встречи с жителями, вот, но нет, догнали. Согласился бы. А? Согласился бы. Я что обещал говорить честно, да, либо ничего не говорить. Что в этом году мы предполагаем домучить? То есть, первое, это вот главный фонтан, мы сделаем подсветку, и вот всю аллею фонтанов возродим, чтобы она стала работать. И там делаем еще большую детскую площадку. Я ожидала, что придет большой дядя, такой серьезный, который будет там два огромных амбала охраны, и нас к нему не подпустят на шаг. А здесь приехал вполне взрослый и очень близкий человек, с которым мы разговариваем, по сути, на равных. Мы задаем вопросы, делаем какие-то предложения, на наше предложение поступает отклик, на вопросы поступают ответы, которые, в принципе, полные и ожидаемые. В чем состоит ценность? В том, что мэра можно подтолкнуть на какие-то новые решения, отталкиваясь от желаний именно школьников. То есть, это, по сути, будущие граждане страны полноправные, которые будут заниматься множеством как политических, так и социальных вопросов. Поэтому, думаю, что ценность у этого определенная есть. Ему узнать наше мнение, во-первых, что мы хотим, это народу, а нам она нужна, чтобы власть нас услышала, прислушалась к нам. Потому что, если между нами не будет контакта, то это будет слишком плохо для всех.